Ну, наверное, кто-то из вас знает, что у меня сложный период немного был в последнее время. Несколько месяцев назад мой муж мне сказал, что хочет развестись. И сделал это не самым лучшим образом. И, понятно, после этого, во-первых, самооценка очень сильно упала. Во-вторых, рана такая очень сильная образовалась. Я думала, блин, как так? Почему это вообще со мной происходит? Это какой-то ужас просто. Я просто никогда в жизни не думала, что у меня будет развод, что мне придется разводиться. То есть я вообще к такому не была готова. И как-то вроде все нормально было. И, короче, было просто отвратительно. Но я хочу, во-первых, сказать спасибо всем. Спасибо церкви. Это реально место, где можно получить такую поддержку, которая тебя поднимет на ноги. Потому что я общалась со своими неверующими друзьями. Они мне, в принципе, говорили то же самое. У тебя все будет хорошо, это все к лучшему и так далее. Но успокоения вообще никакого не приходило. А когда меня поддерживали в церкви, это просто настолько исцеляло сразу мою душу. И сразу меня поднимало на ноги. И сразу появлялись силы. И поэтому реально вот все, как бы, за поддержкой всем в церкви. Но не только за поддержкой, как бы. Вообще. И сейчас я понимаю, я настолько благодарна Богу, что Он, как бы, спас меня от этого брака. Потому что сейчас я могу столько времени посвятить и церкви, и служению. И я, как бы, снова в семье. И не знаю, я очень благодарна Богу, что так получилось. Я верю, что Бог мне даст уже отношения от себя, от Бога. У меня уже будут следующие отношения. И они будут крепкими, они будут на всю жизнь. И хочу за свидетельством о том, как Бог вообще вылечил мое сердце, мою душу. Потому что я думала, что я год просто буду там в депрессии страдать, плакать и так далее. Но просто вот на прошлой неделе я ходила уже в суд разводиться. И я разговаривала с одной знакомой верующей. Она мне говорит, давай прорепетируем встречу. Не то, что прорепетируем, а как бы в сердце представь себе, что ты его видишь. И говоришь, вот, мне больно за то-то, то-то, то-то. У меня есть обиды за то-то, то-то, то-то. Я тебе прощаю. Я говорю, мне больно за то-то, то-то. И я понимаю, что мне не больно. Я говорю, мне обидно, что то-то, то-то. Я понимаю, что мне даже не обидно. У меня в душе нет ни обиды, ни боли, вообще никакого не прощения. Я просто с ним увиделась в суде, я говорю, спасибо тебе за все. И просто, не знаю, такая радость и такое счастье. Я просто благодарна Богу за то, что он меня поднял, за то, что восстановил. И моя самооценка сейчас, она даже выше, чем была раньше. То есть я каждый день просыпалась и спрашивала, Господи, не важно, что думает муж обо мне бывший, скажи, что ты думаешь обо мне. И он каждое утро мне говорил такие приятные слова. То есть он говорил мне, какая я чудесная, прекрасная. И для меня сейчас важно то, что Бог мне говорил. И для меня в голове только его слова звучат. И мне не важно, что думают обо мне остальные. И на этом семинаре тоже была самооценка или самооценка. Это было для меня тоже подтверждением, таким обобщением всего, что произошло. Поэтому, да, я очень благодарна Спиваковой и стеркью за организацию. Спасибо. Спасибо.